всем привет меня зовут елена и вы на моем канале живу вижу в италии сегодня мы не будем с вами вязать я не буду вам показывать свои вязаные изделия спицы пряжу сегодня мы отправимся в аутлет аутлет новинта дипиа вы я живу в 30 километрах от этого утлета поэтому могу приезжать сюда каждый день или чаще но я приезжаю очень редко не знаю почему у него так и что хочу сказать что этот аутлет находится в 30 километрах от аэропорта также венеция марка полу поэтому очень удобно сюда добираться кто прилетает италию венецию например про и после экскурсии по венеции может рвануть сюда я дальше расскажу как это можно сделать и вообще как можно передвигаться в этом районе так ну вот пока я вам такой обзор из машины значит приезжают сюда не только итальянцы со словении с хорватии с австрии очень много очень много иностранных машин всегда на парковке повторюсь сегодня суббота сегодня парковка забита практически вся но к сожалению не так как было раньше в прошлом году до коронавируса потому что нет многие не могут просто передвигаться приезжать сюда так при входе здесь такая карта карта расположения всех магазинов что здесь есть всего здесь находится 150 магазинов на этой территории 150 разных брендов и общем чтобы здесь все обойти я думаю часа четыре точно нужно конкретно конечно когда уже знаешь какая марка тебя интересует по ты уже идешь конкретно туда и берешь то что тебе нужно зайти в каждый магазин просто и все посмотреть это нереально так вот значит мы зашли через второстепенный вход то есть это не центральный вход как видите здесь такая гондола расположена на искусственной воде типа да и и и что ж пойдем дальше да пойдем дальше значит повторюсь очень много здесь разных брендов и дольче габбана что тут еще есть вот версачи вы видите значит я на прада валентино а секс бербери кельвин кляйн кучинелли корнеля не я даже всех не перечить не смогу перечислить прада гучи и фэнди в гучи как раз всегда стоит очередь потому что туда пропускают лимитировано людей то есть повторюсь людей не очень много сейчас данный момент потому что например из россии сюда на что еще пока нельзя ездить поэтому основной клиентуры не так что очень много русских села очень видите в лучшую очередь стоят чтобы зайти так ну что буду вам вот так вот гулять показывать извините конечно качество еще тупую но расскажу вам немножко как и что и как сюда добраться например из венеции и самому центра венеции площадь рома пьяцале рома то есть то место до куда доезжают только автомобили и автобусы там ходит автобус каждый день да кстати аутлет работает каждый день с десяти до восьми вечера и значит извините с этой пьяцале рома ездит автобус 925 он отправляется и делает две остановки делает остановку какие красивые туфли дольчика ванна так значит делает остановку в местре и и аэропорт марку полно делает только две остановки и третья остановка это аутлет то есть вы выезжаете из площади венеции 925 и приезжайте в 1045 больше часа получается езды конечно часа 20 минут на автобусе ну не страшно удобно то остановился в венеции вместо да кстати и билет стоит на автобус 8 евро туда и обратно действует значит то же самое из аэропорта можно доехать если вы где-то возле аэропорта остановились там тоже из аэропорта ездит автобус стоит немножко меньше стоит 640 туда и обратно немножко другие часы так обратно да обратно таким же образом вот и из аутлета из этого есть автобус который вас отвезет обратно он отправляется 1605 и опять же при по и на этих же остановках останавливается аэропорт местре и потом венецию вас привозят в 1730 на ту же площадь то есть можно организоваться как-то также можно и доехать и на поезде на поезде есть ближайший городок от новинты это сандона и золу и там можно зайти и взять автобус номер 21 который вас отвезет в новинту так на машине тоже удобно съезд с автострады находится 100 метров от этого этого отлета съезд называется санту на новинта де пьяве очень удобно очень удобно и все добраться сюда как бы провести здесь день можно спокойно не организовано все есть прекрасные туалеты большие чистые с такой зоной отдыха не буду вам показывать туалеты но очень удобно дальше что здесь еще можно остановиться покушать здесь также есть 12 бары тире и ресторанчики разные на этой же территории то есть можно прекрасно позавтракать пообедать хочет поужинать пиво по пицце с прекрасными бары на любой вкус короче пища найдете все что захотите так вот такие фонтаны сейчас очень жарко и когда мы поставили вот эти деревянные скамейки по кругу по всей площади по всем дорожкам к сожалению они на самом санцепьёк санцепьёке и очень жарко мы даже подумали может лучше бы какие-нибудь зонтики поставить так вот как я говорила ресторанчик один там вот это пивнушечка 32 называется очень-очень кстати вкусное пиво и вкусные всякие гамбургеры они делают такие здорово так значит магазины вам сказала куча разных магазинов можно потеряться здесь гуляй не хочу покупай не хочу скидки сейчас очень хорошие я надеюсь когда закончится этот коронавирус опять сюда наклонит посетителю русский потому что в магазинах в каждом практически магазине мало того что он на английском разговаривают продавцы у нас постоянно здесь идет набор разноязычных продавцов то есть ру на русском спокойно можете разговаривать обязательно в каждом магазине найдется продавец который говорит на русском языке то есть вы не должны никаких проблем у вас не должны быть они всегда очень доступны и с удовольствием вам помоют с выбором разрекламировала эту новинку да ну потому что скажу честно что еще есть один аутлет который находится в милане франча корта вот там тоже мне понравилось тоже достаточно так магазинчиков много да остальные вот как-то так ну что ж вот такое путешествие получилось у нас с вами буду с вами прощаться очень было рада вас видеть или показать вам было рада показать вам значит вот этот аутлет пожалуйста пишите если есть у кого-то какие-то вопросы я с удовольствием отвечу на них подписывайтесь на меня кто еще не подписался лайкайте ставьте пальчик вверх и до новых встреч пока пока чао пока а пока пока по п